Первое и второе октября в этом году в Израиле праздничные дни. Евреи празднуют свой Новый год, Рош Хашана. Так что сегодня я буду рассказывать вам о евреях. Наконец-то! Паломники очень много спрашивают обычно, да почему они так выглядят, да что они делают, да кто они вообще такие и как они здесь живут. Вот сегодня кое-что узнаете. Должна сразу вам сказать, что вас ждут не только интереснейшие сведения о евреях, но еще и ждут уникальные кадры. Некоторые кадры я снимала с риском для жизни моей единственной драгоценной камеры. Так что оставайтесь с нами. Итак, если мы посмотрим с вами в Библию, то увидим, что нет такого праздника ветхозаветного, как Новый год, как такового. Называли Новым годом в древности день, когда евреи вышли из Египта, то есть еврейскую Пасху. 14 число месяца Ниссан. Дело все в том, что у евреев свой календарь древний с вавилонскими названиями месяцев, и календарь этот лунный. Так что и тут не все, как у людей, и Новый год в сентябре, и октябре. Так что вот 14-е Ниссана, день выхода из Египта, считали началом Нового года. Сегодня же евреи празднуют первый день месяца Тишрей, осеннего месяца. И вот в Библии этот день называется Днем памяти или Днем трубления. Написано, что в этот день должно быть священное собрание, должна приноситься жертва Господу и должны трубить в трубы. Шафары. Что это за трубление такое? Считается, что этот день первого месяца Тишрей начинает период покаяния. Вот после этого дня, 10 дней, евреи каются в своих грехах, читаются специальные покаянные молитвы. Человек должен проанализировать весь прошедший год, понять свои ошибки и положить твердое намерение их исправить. Ну, то есть примерно так же, как мы делаем постом. Единственное, что вот эти 10 дней пост не полагается, а вот заканчивается период 10-дневного покаяния особо строгим постом, когда народ Израиля ничего не ест и не пьет целые сутки, и называется этот день День очищения, Йом-Кипур. Но об этом будет отдельное видео, не сегодня. Итак, почему же Новый год? Ну, дело в том, что вера евреев претерпела довольно серьезные изменения. С момента крестной смерти нашего Спасителя, воскресения его, вознесения, очень многое изменилось. Вы, наверное, читали, слышали о том, что был разрушен ветхозаветный храм римлянами, а евреи были навсегда изгнаны с родной земли. И вот уже в рассеянии им предстояла очень сложная задача. Нужно было как бы переработать ту религию, в которой они жили, существовали. Ведь как можно исполнять закон Моисеев, жить по установлениям ветхого завета, когда нет храма? То есть не приносится жертва Богу. И вот раввины создали свои способы, как бы, да, вот обходить этот момент. И родился так, как мы называем, раввинский иудаизм. Это, в принципе, то, что исповедуют евреи сегодня, как они живут. Это вера евреев, иудаизм. И основана она во многом на толковании раввинами Священного Писания, на их изречениях, на их мудрости. В общем, короче говоря, в какой-то степени учение раввинов даже заменяет само Священное Писание. По крайней мере, становится на каких-то этапах важнее, чем само Священное Писание. И вот где-то в средние века, точно уже никто не знает, когда, скорее всего, где-то тысячу лет назад примерно, вот этот день, с которого начинается покаяние, стал называться Рош-Хашана, то есть глава года. И придалось новое значение этому дню. С этого дня начинается Новый год в жизни человека. На небесах решается судьба человека, то есть кому в этом году жить, кому в этом году умереть. Также благосостояние человека тоже решается на небесах в этот день. И, соответственно, очень логично, что человек особо приносит покаянные молитвы, просит Бога помянуть его также и добрые дела, не гневаться на него, и дать ему благословение на начинаемый покаянием Новый год. Вот так это выглядит, так интересно. И вот покаянные молитвы, кроме того, что их читают в синагоге, принято также читать у источников с проточной водой. Ну, там, у рек, озер, да. Какая-то обязательно вода должна быть проточная, потому что, как евреи верят, это очищает их от грехов. То есть покаяние, принесённые у проточной воды, сильнее. То есть вода уносит. Ты как бы посылаешь свои грехи в эту воду, и их она уносит от тебя. Ну, вспомните крещение Иоаннова, да, как Иоанн Креститель омывал людей в водах Иордана и говорил, я крещу вас в покаянии. И вот начинается праздник, как и все еврейские праздники, и как и наши с вами праздники церковные, естественно, с вечера. То есть с астрономического захода солнца. Уже перед закатом на улицах много очень красиво одетых людей. Преобладают светлые цвета, потому что вот Новый год связан с белым цветом. Ну, понятно, покаяние, чистота, да, белый цвет. И люди эти идут в синагогу. В руках они несут молитвенники, идут они молиться к вечерней. У евреев тоже есть понятие вечерней молитвы и утренней молитвы в синагоге. Храма нет, жертва не приносится. Теперь в синагогах не как в древности. Там раньше только слушали священные писания и толковали его, помните, в Евангелии. А теперь в синагогах молятся. То есть синагога – это как протестантский молельный дом. Ну, фактически вот так можно выразиться. В синагоге сегодня читается 10 текстов из Библии, упоминающих Бога как царя. 10 текстов, упоминающих Его как помнящего всё. 10 текстов, в которых упоминается шафар. Это труба из рога животного сделанная, потому что в этот день нужно трубить в шафар. И также особые пророчества Иеремии по поводу очищения народа от греха. Почему же в этот день нужно трубить в шафар? Почему так предписано в Библии и делают это до сих пор? Потому что труба созывает на суд. То есть в этот день Господь призывает свой народ на суд и даются 10 дней покаяния до судного дня Йом-Кипур. Также считается, что в этот день прославляли Бога как царя над Иерусалимом. Поэтому родилась традиция встречать Его как царя трубным звуком. Ещё же по раввинской, уже более поздней традиции, но тем не менее принятой сегодня у евреев, считается, что в день Нового года произошли следующие события. Был создан первый человек, Адам. Ной вышел из своего ковчега после потопа. Оказалось, беременной Сара, Рахиль и Анна пророчицы в разные времена. Но вот в один день это наступило. Также произошло жертвоприношение Исаака. Позднее Иосиф вышел из своего заточения и прекратили евреи каторжный труд в Египте. После же синагоги евреи собираются в домах. Кстати, женщины часто в синагогу не идут, остаются дома для того, чтобы накрыть стол. И по традиции женщины зажигают свечи. Свечи полагается зажигать перед наступлением астрономического заката. Есть специальное время, указано в календарях, во сколько нужно зажигать свечи. Также делают и при встрече субботы, в пятницу вечером, и также праздников. Женщины зажигают свечи, произнося специальное благословение. И дальше ждут мужчин, мальчиков, дочерей из синагоги. И вот трапеза Нового года, Рош-Хошаны, имеет особый порядок. Также точно, кстати, и пасхальная трапеза у евреев называется это словом седер. Седер, собственно, порядок. Пища, которую едят в этот день, должна быть не просто вкусной и обильной, но со смыслом. То есть есть традиционный набор продуктов, овощей, фруктов, которые по своему звучанию, название их, сходны с другими некоторыми словами, которые можно использовать как благословение на Новый год. То есть, скажем так, еда с намеком. В этот раз мы, как всегда, пошли встречать Новый год к моей свекрови. Как вы многие знаете, муж мой происходит из английских евреев. И хотя муж у меня окрещённый, глубоко верующий православный человек, но его мама, его сёстры, его семья придерживаются иудаизма. Хотя они не религиозные люди, в общем-то, не особо верующие, не ходят даже в синагогу, но тем не менее традиционно встречают праздники. И вот мы, конечно, в первые годы после брака очень тревожились, как вот нам всё-таки поступать. Свекровь приглашает, но мы же православные люди, и мы вроде как не хотим участвовать в иудейских обычаях, обрядах. Но после беседы с духовником по его особому благословению, как исключение, он сказал нам, конечно же, маму не огорчать и по закону любви приходить, не выполняя никаких ритуалов, но сидеть, присутствовать за трапезой, поздравлять её обязательно и отношения семейные не рвать. Что, кстати, даёт уже свои плоды. Вот вы видите сейчас, как моя свекровь зажигает свечи. И в этот раз я её спросила, а почему у тебя не две свечи, как положено зажигать, а у евреев почему три? Она сказала, так красивее. Ну, будем надеяться, что, может быть, это не только потому, что так красивее, а что-то в душе тоже у человека меняется от общения с нами. Ну, так вот, и вот вы сейчас видите традиционный стол рош-хошаны, традиционные блюда, и о них я расскажу чуть позже, а первое благословение читается, конечно, над вином. Обычно это делает старший в доме мужчина, но поскольку мой муж этого делать, естественно, не хочет и не может, в этот раз, вы видите, это один из наших родственников, и вот он читает благословение на вино. Аминь. 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 Продукты на столе даже имеют свое название. Симоним, то есть знаки. Вот так, например, после вина читается благословение на финики и произносится такое пожелание. Пусть будет воля Твоя, Отец наш Небесный, на то, чтобы были прикончены все ненавидящие нас, враги наши. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе пожелание, ничего себе молитва. Ну, давайте не будем спешить осуждать евреев. Вспомним Ветхий Завет. Псалтырь. Да воскреснет Бог, и расточатся в рази наши, и добежат от лица Его все ненавидящие Его. Яко исчезай дым, да исчезнут. То есть вот это отношение к врагам. Одно в Ветхом Завете, совершенно другое в Новом. В Ветхом Завете не разделялся человек и грех, который он творит. То есть враги народа израильского – это те, кто нарушали заповеди Божии, те, кто грешили, кто хотели уничтожить народ Божий, из которого должен был родиться Христос. Вот поэтому это пожелание. В Новом же Завете Господь уже нас перевел в следующий класс. Он сказал, любите врагов ваших и благословляйте клянущих вас, и молитесь за врагов. Вот это уже другое сознание. Ветхозаветным людям незнакомые, и вот также религиозные евреи здесь, видите, понимают несколько по-другому. Ну, а дальше читаются благословения на гранат, фасоль, тыкву, красную свёклу. И везде произносится какое-то благословение, созвучное названию этого плода. Ну, вот как, например, если бы по-русски мы бы сказали, подавая на стол грибы, сказали бы, желаем вам, чтобы бизнес ваш рос как грибы после дождя. Или подавая огурчики, сказали бы, желаем вам, дорогие наши, чтобы Господь дал вам здравие, и вы были бы крепким, как огурчик. Ну, и так далее. Да, то есть вот такие каламбуры, такие, как бы, да, остроумные пожелания придумываются в Новый год евреями и подаются на стол. Иногда они традиционные, неожиданные продукты с каким-то особым пожеланием. Обязательным же на столе должна быть голова, либо рыбы, либо какого-то животного, например, там, бараньи мозги, да, с пожеланием, чтобы быть в Новом году в голове, а не в хвосте. И, конечно же, яблоки с мёдом для того, чтобы год был сладким. Ну, всё, теперь меня камнями закидают, скажут, вот, привела русскому народу новую традицию новогоднюю, дорогие. Не будем этого делать в Новый год, когда бы вы его не праздновали, всё-таки. Ну, хотя, почему? Может быть, если в шутку, даже остроумно, забавно. В Израиле Новый год – это полностью два нерабочих дня. Люди все гуляют, ходят друг к другу в гости. На улице много играющих в парках нарядно одетых детей. В религиозных районах нигде не ходят машины совсем, то есть улицы перекрыты. И повсюду звуки шафара. В этот день считается, что каждый человек должен услышать звук шафара, чтобы душа пробудилась для покаяния. Ну, как нам относиться к этому празднику? Вот невольно начинаешь задумываться о своей душе, в том числе о своём отношении к врагам, например, да, ну и вообще о серьёзности покаяния. И, как сказал один наш знакомый, нам ли, христианам, не желать покаяния Израилю? Поэтому, конечно, слава Богу, что в Иерусалиме всё-таки есть ещё верующие люди. И, значит, есть какая-то надежда, что придут они к истине. И вообще вот эта двухдневная тишина, конечно, на душу действует очень благодатно. Ну, впереди будут ещё видео про евреев. Я обязательно расскажу вам о празднике Суккот и, конечно, предшествующем ему посте Йом-Кипур. Ну, а пока прощаюсь с вами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»